В эфире информационная программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! О самых важных событиях этой среды вам расскажут корреспонденты телекомпании Город. Вот некоторые темы выпуска. Рязань вместе со всей страной скорбит по погибшим в Кемерово. В городе проходят акции памяти. Делегации из Сочи в Рязани подписали постановление о сотрудничестве в сфере туризма. Учебная тревога прокуратуры совместно с МЧС проверяют торговые центры Рязани. 28 марта объявлено в нашей стране днем траура по жертвам пожара, произошедшего в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. На данный момент известно о 64 погибших, из них 41 ребенок. Акции памяти в эти дни проходят по всей России. Рязань не стала исключением. В среду 27 марта на площадке перед филармонией собрались сотни людей, чтобы почтить память погибших. Несмотря на снег и довольно ранее для рабочего дня время, 17.00, площадка перед областной филармонией была заполнена людьми. Сначала служили молебен, затем все желающие могли сказать несколько слов в память о погибших. После такой беды не могут быть не найдены виновные. Но ведь, давайте скажем так, сколько мы сами нарушаем все, что можно нарушить. Каждый день, переходя дорогу, переезжая не там, где нужно и не на тот свет и так далее. Сколько небрежностей мы допускаем. Как мы плохо подчас выполняем каждый то, что должен делать абсолютно точно и хорошо. Пусть это будет нам уроком. Свечи, игрушки, цветы – все это несли неравнодушные рязанцы, чтобы отдать дань памяти жертвам страшные трагедии, которые потрясла не только Кемерово, но и всю страну. Слезы, стоявшие в глазах пришедших, еще раз подтверждают – это неформальность. Это для большинства из нас единственная возможность выразить свою скорбь и поддержать жителей Кемерово. Дети погибли, очень жалко. Техника безопасности была не соблюдена. Наши все дети, наши внуки. Мы не можем оставаться в стороне от такого горя всей страны. Все очень скорбим, переживаем. Мы пришли почтить память погибших. Мы очень соболезны родственникам и людям, которые причастны. Ну, как-то друзья близкие. Мы пришли, чтобы поддержать жителей Кемерово. Это общая беда. Это общая беда, это общее горе. Я, как сотрудник детского сада, не могла пройти мимо. Когда погибают дети, это самое печальное, что может быть в этой жизни. Потому что, если гибнут дети, нации нет будущего. Цветы и игрушки продолжали нести в день национального траура 28 марта. И хотя все это вряд ли умерит боль тех, кто потерял своих близких, своих детей. Жители Рязани хотели бы, чтобы в Кемерово знали. Мы с вами. Мы скорбим. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Подобная акция состоится и 28 марта. В 20.00 все желающие могут почтить память погибших на парковке у ТРЦ «Премьер». К другим темам. В период с 27 по 30 марта в Рязани по поручению прокуратуры области проходят проверки мест массового скопления людей. Уже были проинспектированы несколько крупных торговых центров. На одну из проверок побывал Валерий Седов. Торговый центр «Премьер», «Рязанский», «Барс» и «Барс Премиум», а также «Виктория Плаза». Это только пять крупнейших точек в железнодорожном районе города, которые будут проинспектированы. С самого утра социальные сети заполонила информация о проведении учебной тревоги в различных крупных центрах Рязани. Например, в «Премьере» люди эвакуироваться не стали и продолжили делать покупки. Также, по словам очевидцев, сработали не все датчики противопожарной системы. Проверка продолжилась в торговом центре «Виктория Плаза». Началась она, как и обычно, с осмотра всей документации по пожарной безопасности. Такие документы организационного характера. Приказ назначения лица ответственных за пожарную безопасность, инструкция мер по пожарной безопасности, прохождение пожаротехнических минимумов, журнал предпожарного инструктажа, журнал учета внетушителей. Проводят проверку прокуратура города Рязани. А сотрудники МЧС выступают в этом вопросе специалистами. С инспекции в торговый центр приехал начальник главного управления МЧС России Паризанской области Сергей Филиппов. Долго церемониться он не стал. И сразу же приступил к проверке работоспособности пожарных рукавов и огнетушителей. Давайте открывать. Результат – все работает исправно. Следующим этапом стала проверка диспетчерской. Здесь присматривались ко всему – работоспособность датчиков системы оповещения и даже проверили соответствие номеров экстренных служб города. Также сотрудники торгового центра просили рассказать о действиях во время получения сигнала тревоги. И вон срабатывает датчик с указанием конкретного места. Загорается красным светом. Загорается красным светом. Идет звуковой сигнал, оповещение. Сработает такой датчик там-то, там-то. База подает, в смысле оператор подает команду охране, охрана бегом бежит туда. Сотрудники МЧС отмечают и записывают все выявленные недостатки. По словам Сергея Филиппова, пока их немного, но каждый из них важен. Один из недостатков – это типовой недостаток, к сожалению. Что сообщают сначала руководителю, бегут смотреть, а потом уже вызывают пожарную охрану. А минуты уходят. Понимаете? Всего в Рязанской области планируется проверить 50 крупных торговых объектов, 38 из которых находятся в городе. 28 марта прокуратура города Рязани совместно с сотрудниками МЧС уже побывала в Барсе, Премьере, Глобусе или Руа Мерлен. К сожалению, практически в каждом торговом центре были выявлены нарушения. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». 28 марта состоялась встреча представителей администрации города Рязани и делегации из Сочи. На мероприятии гости города продемонстрировали презентацию санаторных курортов Сочи и рассказали обо всех преимуществах туристического отдыха. Цель встречи – обмен опытом в сфере туризма. Ежегодно в Сочи проводится более 300 событий и мероприятий. В городе непрерывно функционируют несколько десятков отелей и санаториев. На протяжении последних лет он стал одним из туристических центров страны. И 28 марта делегация из Сочи посетила Рязань с целью обмена опытом в сфере туризма. В Рязани уже сформулирована идея привлечения туристов. Звучит она так – Рязань больше, чем кажется. Благодаря большому туристскому потенциалу и хорошо развитой туристской инфраструктуре Рязань готова к значительному увеличению туристического потока. В 2017 году турпоток ориентировочно составил более 450 тысяч человек, что на 30% больше, чем в 2016 году. Вместе с тем нам, безусловно, есть, что принять у наших коллег из Краснодарского края, поскольку развитие туризма, санаторно-курортного комплекса и качество услуг в крае и в городе Сочи находится на самом высоком международном уровне. В рамках обмена опытом в туристической сфере гости из Сочи рассказали представителям организаций туриндустрии и промышленных предприятий областного центра о летних программах пляжного отдыха, делового туризма, экскурсионных, лечебных и оздоровительных программах. В конце презентации зрителей ждал сюрприз. Мэр города Сочи разыграл пригласительные и сертификаты на отдых в каждое из презентованных мест. Сергей Карабасов и Анатолий Пахомов отметили, что победителями в основном становились директора различных школ города. После праздничной лотереи гости отправились в администрацию Рязани, где продолжилось обсуждение возможностей обмена опытом в туристической сфере. Планы у нас серьезные, громадные и межмуниципальная или муниципальная практика у всех разная, и будем друг друга учиться. Есть чему поучиться в Рязани, уверяю вас, что есть чему поучиться и у нас в Сочи. Поэтому еще раз говорю, добро пожаловать в Сочи. Мы вас очень ждем. Главной целью мероприятия стало подписание постановления о развитии двусторонней связи в торгово-экономической, социальной и культурной сфере. Соглашение включает обмен лучшими муниципальными практиками в социальных вопросах и в вопросах туризма. Мэры городов договорились об обмене в плане отдыха для школьников, студентов и работников предприятий. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Неприятные запахи, которые в нашем городе, к сожалению, не редкость, оказывают существенное влияние на качество жизни людей. Как с этим бороться? Куда обращаться за помощью? И будет ли толк от этого? Такими вопросами задаются многие. Жители центра Рязани, столкнувшиеся с подобной проблемой, написали заявление в природоохранную прокуратуру. Жители нескольких домов по улице Ленина и улице Радищева оказались заложниками неприятной, а возможно и опасной ситуации. По их словам, прогулка с детьми на детской площадке во дворе в последнее время больше похожа на посещение газовой камеры. Запах такой отвратительный, как будто полузавод у нас рядом, а у меня внучка маленькая, 5 лет. И, собственно, мы из подъезда выходим и всегда гуляем здесь. Невозможно даже гулять. Запах невозможный. Со второго этажа шел тоже мужчина со своей женой, его аж до рвотины. Источник неприятных запахов очевиден. Магазин, в котором осуществляется изготовление полиграфии. Жители обратились с жалобой на деятельность магазина в природоохранную прокуратуру. И 28 марта была проведена проверка с привлечением специалистов Министерства природопользования Рязанской области, Управления Роспотребнадзора, а также передвижной лаборатории. Было установлено, что действительно по адресу 19А по улице Ленина осуществляется деятельность, связанная с изготовлением печати, штампов при использовании лазерной установки. При этом при работе данной установки в атмосферу выбрасываются за пределы помещения, непосредственно в сторону детской площадки, выведена труба, из которой выбрасываются вещества. В ходе прокурорской проверки руководителя данной фирмы попросили произвести изготовление печати. В ходе данной процедуры было установлено, что эта деятельность сопровождается неприятным запахом. В помещении организации, где осуществляется полиграфическая деятельность, установлен лазерный агрегат, где осуществляется лазерная гравировка, в том числе из резиновых изделий, из резинового сырья. Установлена, смонтирована система очистки, трехступенчатая система очистки. То есть газы, пары, которые образуются при лазерной гравировке, в том числе резины, поступают через очистку и выбрасываются непосредственно через окно, как описали жители, в атмосферный воздух. По результатам проверки специалистами будут проведены дополнительные лабораторные исследования и сделан вывод о наличии нарушений. И уже тогда будут приняты меры прокурорского реагирования. Предварительно установлено, что разрешительной документации, связанной с выбразом загрязняющих веществ в атмосферный воздух, у данной организации нет. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В среду 28 марта в автоколонии 1310 компания «ГАЗ» презентовала пять новых моделей автобусов. Машины осмотрели начальник городского управления транспорта Сергей Кулик, а также руководители муниципальных и коммерческих перевозчиков. После знакомства с техникой ее можно будет протестировать, а в перспективе пополнить ей автопарки. На сегодняшний день общественный транспорт играет значимую роль в жизни каждого человека. Насколько комфортно и безопасно будет наше передвижение по городу, зависит и от перевозчиков, и от производителей транспортных средств. Последние в своей работе стараются соответствовать всем требованиям, которые предъявляют к общественному транспорту перевозчики и пассажиры. Мы собираем информацию от пассажиров, от перевозчиков, изучаем рынок. Все это передаем в инжиниринговый центр и благодаря этому выпускаем ту линейку автобусов, которые на сегодняшний день соответствуют всем требованиям безопасности, комфорта и так далее. Может оборудоваться кондиционерами, может оборудоваться различными системами информирования пассажиров. Представленные в автоколонии 1310 автобусы соответствуют всем требованиям. Одну из моделей, Vector Next, работающую на природном газе, передали муниципальному перевозчику месяц назад. Машину пустили по маршруту номер 98. Мы сейчас его обкатываем, смотрим пассажировместимость, количество потребляемого газа на маршруте. Сейчас мы выявили пожелания для производителей группы газа. Также на выставке были представлены автобус Vector Next для маломобильных групп вместимостью 49 пассажиров и Vector вместимостью до 64 человек. Помимо маршрута, газ представил автобусы для муниципальных перевозчиков. Модель КАВС работает на природном газе и оборудована конструкцией для подъема в автобус на инвалидной коляске. Она же есть и на полу-низкопольном Лиазе, который работает на дизельном топливе. Вместимость автобусов до 84 и 73 человек соответственно. Однако, по словам Сергея Кулика, рязанская автоколонна пока не рассматривает возможность приобретения таких моделей, так как на данный момент в рязанском автопарке уже есть техника, приобретенная в лизинг. Так что рассчитывать на закупку нового транспорта можно только после завершения оплаты. Однако у рязанских коммерческих перевозчиков есть возможность представленную технику сначала протестировать, а потом и приобрести. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанские полицейские оперативно задержали преступников, которые попытались ограбить пенсионерку. Благодаря бдительности соседей злоумышленников удалось задержать на месте преступления. Жительница одного из домов по улице Островского сообщила в полицию, что в ее подъезде находятся подозрительные люди и пытаются продать сомнительный товар. Бдительную рязанку встревожило, что трем незваным гостям удалось проникнуть в квартиру к престарелой соседке. На указанный адрес немедленно выехали оперативники уголовного розыска и при выходе из подъезда дома задержали трех жительниц Челябинской области. Как выяснилось, от рук женщин пострадала 90-летняя пенсионерка. Злоумышленницы ходили по квартирам, предлагая купить пуховые платки. И пожилая женщина пустила их на кухню. Пока две из них разговаривали с бабушкой, пытались продать товар, тем самым отвлекая ее внимание. Третья незаметно проникла в жилище, обследовала шкафы, полки и одежду. Продавцам платков удалось похитить у пенсионерки золотую цепочку. Но скрыться с добычей им не удалось, благодаря оперативным действиям полицейских. Стражи правопорядка выяснили, что к краже причастны профессиональные воры-гастролеры. Действовали они по следующей схеме. Две женщины 40 лет под благовидными предлогами заходили в квартиры пенсионеров и заводили доверительные разговоры. Пока они общались и отвлекали собеседников, их сообщница обыскивала жилище и пыталась похитить все ценное, что удалось обнаружить. Все задержанные ранее оказались судимы за незаконный оборот наркотиков. В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Проверяется причастность женщин к другим аналогичным преступлениям. На 27 перекрестках нашего города появятся умные светофоры. Тендер на их установку опубликовали на сайте госзакупок. Автоматизированная система будет изучать транспортный поток и регулировать работу светофоров для повышения пропускной способности. В контракт входят работы по обслуживанию, строительству, модернизации светофоров, автоматических систем управления дорожным движением и обеспечению безопасности дорожного движения. Планируется, что систему установят до 30 июня 2018 года. Стоимость работ составит более 40 миллионов рублей, которые выделят из городского бюджета. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко, каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад»